Подтемки таврические. Похоже, эта злободневная крымская шутка в ближайшее время станет просто шуткой. На неделе открыли первую ветку энергомоста Крым-Кубань. Жителям полуострова, оставленным без света взрывом ЛЭП на украинской территории, запуском второй ветки до конца месяца обещают обеспечить 90% потребности в свете. Причем примечательна реакция украинских властей, сначала поддерживавших крымско-татарских экстремистов и правый сектор, устроивших подрывы и требовавших блокады Крыма, а потом заявивших, что это может быть делом рук русских диверсантов. Характерно, что даже украинские блогеры ответили. Отличная идея напомнить о любви Украины к Крыму, оставить его посреди зимы без света и позволить президенту Путину этот свет вернуть. И это не говоря о том, что 2 миллиона пользователей потеряны для украинской энергосистемы. Эффективная политика. Но в каждой шутке лишь доля шутки. Президент Путин приехал на открытие энергетического моста, выслушал жалобы крымчан, суть которых сводилась к тому, что подождать готовы, но боятся холодов и нерасторопности местных чиновников. На востоке Крыма уже вздохнули с облегчением, но на южном берегу все еще темно и холодно, и там ждут помощи. Мы сегодня начинаем работу по присоединению Крымского полуострова к единой энергосистеме России. Люди, которые здесь присутствуют, и за моей спиной, и передо мной, проделали ваши коллективы. Вы лично проделали очень большую работу, связанную с надежным обеспечением Крыма и электроэнергии. 100, свыше 100 километров высоковолитных линий электропередач построены. Сейчас мы запускаем первую цепь. Конечно, там много нового оборудования, которое используется на этом проекте, поэтому надо, наверное, будет его еще донастраивать. И мы должны предупредить потребителей, граждан, жителей Крыма, что, возможно, еще кое-какие сбои. Но в целом первая цепь должна устойчиво работать. 200 мегаватт на первом этапе. К 20 декабря еще 200. То есть в общей сложности 400 мегаватт – это первая очередь энергомоста. Еще 400 мегаватт даст вторая очередь к маю будущего года. Итого 800 мегаватт. В 2017-м туда подведут газ Кавказа. В 2018-м в Крыму построят две электростанции по 470 мегаватт каждая. Таким образом, уже через два года цифра дойдет до 1740 мегаватт. То есть практически в два раза больше того, что поставляла Украина. Это будет надежная собственная система генерации, связанная и с основной энергосистемой России, и плюс еще своя собственная. В 2018-м году будет больше, чем сегодня получали из Украины. Собственная будет больше, чем сегодня получали из Украины. Поэтому мы обеспечим возможность для развития экономики Крыма на достаточно серьезную, как минимум среднесрочную перспективу. Продолжение следует...